Привет! Это iPhone 5s. Нашел вот эту замечательную штуковину в ящике стола и захотелось посмотреть, а как она себя чувствует в 2020 году. И это, знаете, будет такой ролик «Дань уважения легендарному смартфону». Когда-то вот эта штука была офигенной по возможностям, по запасу, по техническим характеристикам, по всему. Сегодня, конечно, это ветеран, покупать его однозначно не стоит, ему стоит только отдавать дань уважения. В общем, вот этим и займемся. Поехали! iPhone 5s был выпущен в 2013 году и, представляете себе, в 2020 на него прилетел апдейт. 12.4.5 версия iOS и пусть это минорное обновление, пусть оно направлено на устранение багов и уязвимостей, но, тем не менее, производитель не забывает, он поддерживает свои устройства. Представляете, это просто офигенно, тем более, что у некоторых других производителей даже флагманские смартфоны вот буквально три года и все, забыли, забывают про них. Сама по себе iOS 12.4.5 не особо интересная, там нет никаких видимых нововведений по сравнению с предыдущей версией прошивки. И да, я слышал в интернете отзывы, что iPhone 5s именно на 12.4.5 стал работать быстрее, но все это болчает. Каждый раз, когда выходит новая версия прошивки на iPhone, в интернете поднимается волна, дескать, устройства стали работать быстрее. Но потом, когда берешь секундомер, берешь iPhone, сравниваешь старую версию прошивки и новую, оказывается, что нифига по скорости разницы нету, так же и в этом случае. Никаких кардинальных нововведений она не принесла, и вот этот смартфон, к сожалению, в ракету не превратился на iOS 12.4.5. Но, честно говоря, было бы глупо и даже неадекватно требовать от такого возрастного устройства шустрой работы. Посмотрите, на что он способен сегодня. По большому счету, он уверенно перелистывает туда-сюда экраны, он может показывать шторку верхнюю, шторку нижнюю, но делает это не каждый раз без нареканий. Если вы долгое время не включали смартфон, а потом вот так вот нижнюю шторку вызываете, то может быть легкая задержка. Верхняя шторка тоже не всегда идеальна, не всегда плавна. Но еще раз, это абсолютно... прикольная анимашка. Это абсолютно нормально для такого возрастного телефона. Серфинг в интернете тоже не будет доставлять вам очень уж много удовольствия, ну потому что смотрите, как это все подгружается. И это при том, что плюс-минус нормальная скорость Wi-Fi, к которому телефон подключен. Вот этот iPhone, кстати, оригинальный. Я первый и единственный хозяин. Покупался смартфон новым, неактивированным, в нем ничего не менялось, все детали родные, с ним все хорошо, ну практически. Разве что, знаете, что заметил? iPhone довольно долго пролежал у меня на полке, и так уж получилось, что рядом была горячая батарея. И мало того, что вот эти тепловые условия на него воздействовали довольно долго, так еще и батарейка была в ноль разряжена. Может быть, поэтому на экранах появились неестественные цвета. На белом фоне сверху, ух ты ж, сверху, снизу, по бокам есть такая желтовато-серая аура. То есть, когда открываешь полностью белый фон на дисплее, в центре цвет действительно белый, а вот по краям уже нет. Насколько вам это передаст камера или не передаст, затрудняюсь сказать, но глаза видят. И вообще, iPhone 5s на сегодняшний день, они все будут с плюс или минус болячками, потому что найти совершенно новый смартфон очень будет сложно, а те, которые будут продаваться, они либо бэушные, либо с Алиэкспресс, либо, что еще хуже, сначала с Алиэкспресс, потом бэушные, потом на продажу. И поскольку у нас с вами серьезный обзор, давайте немного про характеристики. Начнем, как водится, с Antutu. Эта версия, если она запустится, конечно. Давай, дружище. Вот видите, ему тяжело. Давай, дружище. Вот, версия Antutu 8.0.6, и на момент съемки это последняя доступная для iOS версия Antutu. 83 095 баллов, это, ну, недостаточно. То есть, худо-бедно с ним можно жить, причем худо-бедно в самом прямом смысле этого слова. Постоянно будет не хватать мощности на сегодняшний день, но я не ругаю этот смартфон, я удивляюсь, что он все еще жив. Учитывая его возраст, это похвально. Более того, я даже запускал на нем игрухи. Первое, с чего я начал, это было Call of Duty. К сожалению, игра скачалась на смартфон, но дальше меня ждала табличка с надписью, что эта игруха на этом смартфоне не будет работать. Конечно, есть вопрос в этом случае к Apple, зачем вообще ее давать скачивать на смартфон, если вы потом не разрешите мне ее запустить. И, наверное, да, это вопрос больше не к Apple, а к разработчикам. Но суть вопроса от этого не меняется. Зачем давать скачивать игруху на смартфон, если она на этом смартфоне не пойдет? Зато Пагб пошел, вы представляете? Сейчас я вам покажу. Мы с вами оставим за скобками тот факт, что у смартфона маленький дисплей, и человеку-взрослому с руками хотя бы среднего размера на нем играть уже некомфортно, оставим за скобками просто потому, что вы это и без меня видите и понимаете. Сосредоточимся на том, как эта игра на смартфоне идет. Вот, наконец, загрузилась, и да, есть подлагивание, подтормаживание, и причем это минимально возможная графика, где отключено вообще все, что только можно. Мне кажется, если бы игра допускала черно-белую картинку, так еще и черно-белую бы в корячере. Шучу, шутка. Так вот, игруха идет на минимальных настройках, и все равно есть просадки по FPS, это заметно, это чувствуется, и прямо сейчас камера этого не передает, на мои пальцы чувствует, как смартфон нагрелся. Хотя, по большому счету, сложную задачу я ему задал вот буквально недавно. Более того, греется этот смартфон даже от самых повседневных задач, таких как серфинг в интернете, открытие ВКонтакте, Инстаграма. Вот это все смартфону дается уже нелегко. Почему так происходит? Дело в том, что на смартфоне процессор уже достаточно древний, и так уж получилось, давайте вниз вот так, полетели. И так уж получилось, что он намного отстает от современных решений. В современных байониках шестиядерных от Apple есть быстрое ядро и энергоэффективное. Так вот, простые задачи решают ядро энергоэффективное. Вот этот смартфон, он не в состоянии даже, у него, кстати, нету быстрых ядер и энергоэффективных, у него просто два ядра. Так вот, он не в состоянии даже своими двумя ядрами основными решать настолько эффективно задачи, как делали это современные смартфоны на энергоэффективных ядрах. Получается, чтобы решить даже самую простую задачу, вот этому смартфону сегодня нужно напрягаться по полной, никуда от этого не денешься. И от этого, естественно, идет перегрев. От этого же, кстати, еще хуже становится автономность у смартфона. Ну, потому что... Давай, приземляйся, дружище. Ах ты ж, бух-бух! И есть контакт. От этого же, кстати, еще хуже становится автономность у смартфона. Ну, потому что, когда ты напрягаешься по полной... Так, забирай оружие. Когда ты напрягаешься по полной, я сейчас имею в виду процессор, то, естественно, это вытягивает батарею сильно быстрее, чем если ты там едва-едва задействуешь мощности для решения задач. Поэтому на сегодня... Так, чук-чук. Видите, экран небольшой, я периодически тыкаю пальцами не туда, куда нужно. Так вот, этот смартфон греется, разряжается еще быстрее, чем раньше, но... Так, вижу впереди врага. Иди сюда. Ну-ка. Есть. Он, блехо, отстреливается. Ты смотри, ну-ка. Прицел, огонь. Эээ... Замочили. Продолжаем про iPhone 5s. Как видите, игруха даже на самых минимальных настройках все равно идет с проседанием FPS, есть заметное притормаживание, и это не упрек смартфону. Я наоборот хочу его похвалить, что PUBG до сих пор на нем идет. Вот 2020 год, а игруха идет. Чтобы не быть голословным про температуру смартфона, смотрите. 41 градус. 41 градус. За непродолжительное время телефон довольно сильно разогревается. Никуда от этого не денешься. А вообще, вот здесь, внутри, стоит процессор A7 с 64-битной архитектурой, 1 гигабайт оперативной памяти. 1 это, ну, явно по сегодняшним временам недостаточно. Помните, перед тем, как запустить PUBG, мы с вами серфили в интернете. И, да, браузер... Ты смотри-ка, он же не перезагрузился. Вот так вот. Я сейчас хотел сказать, что браузер перезагрузился и не удержался в оперативной памяти, но по факту он удержался. Вы представляете? Конечно, я вам не буду сейчас говорить, что 1 гигабайт с оптимизацией Apple это достаточно в 2020 году. Это был счет, недостаточно совсем. Но сам факт, что вот этот смартфон после тяжелой игрухи удержал еще и браузер в оперативной памяти, ну, это респект. Однозначно. Здесь же, сопроцессор М7. Здесь же память постоянная на 16, 32 или 64 гигабайта, конкретно вот эта модель. 16 гигабайтная в 2020 году это катастрофически мало. Во-первых, 16 гигабайт на устройстве, это не значит, 16 гигабайт вам доступно. У вас будет где-нибудь 12, плюс-минус, конечно. А когда система разрастется, а iOS имеет такое свойство, то у вас будет еще меньше доступной памяти. Здесь же Bluetooth 4.0, вы представляете? Bluetooth 4.0. Здесь же Touch ID, который однозначно следует похвалить. И я сейчас не оговорился. Конечно, он медленный. У него по современным временам большой процент ошибок и не такая высокая скорость срабатывания, как хотелось бы. Но давайте вспомним, что это первый нормальный сканер отпечатка пальцев, который вообще устанавливался в телефонах. Потому что до этого это все выглядело максимально ужасающе, не работало как надо. Конечно, сканер несовершенен, но для того времени это был настоящий прорыв. Это была настоящая бомба. И вот этот сканер, он по сути задал тенденцию. Именно благодаря ему сканеры появились в телефонах, возможно в том телефоне, с которого вы сейчас смотрите этот ролик. Именно iPhone 5s дал тот толчок развитию технологии. Именно он стал популяризатором сканера отпечатка пальцев. Дизайн. Мне очень нравится. Я сейчас не лукавлю вот эти квадратные, прямоугольные или как их назвать, рубленные что ли формы. Я не против того, что есть сейчас в смартфонах. Вот например iPhone 11 Pro Max с его закругленными краями. Тоже кайфово смотрится. Но все-таки вот здесь было что-то уникальное. И это, кстати говоря, последний смартфон, на котором вы не найдете, знаете чего? Качельки. Потому что камера, она не выпирает. Она вровень с корпусом. И это, блин, удобно в некоторых ситуациях. Вот этот малыш продавался в трех цветах. Серый космос, как в данном случае, серебристый и золотой. Это, кстати говоря, первый смартфон, который был не черного и не серебристого, не белого цвета. Золотой цвет впервые появился на iPhone 5s. Размеры. 123,8 в длину, в ширину 58,6 и в толщину 7,6 мм. А вес 112 грамм. Вот у него. И сравните, насколько он проигрывает в размерах iPhone 11 Pro Max. Блин, да почти в два раза. Дисплей. 4 дюйма в диагонали. 1136 на 640 пикселей разрешения. И плотность пикселей получается 326 ppi. Это, кстати, ровно такая плотность, которая сейчас в iPhone 11. То есть достаточная даже по современным временам. И дисплей в целом неплох. Если мы с вами абстрагируемся от его размера, от того, что он небольшой, по качеству передачи изображения он вполне себе. И даже тот баг, который появился конкретно в моем телефоне со временем, связанный с тем, что белый цвет по центру он как бы белый, а по краям он уже какой-то серовато-желтый. Даже вот эта штука на цветных картинках, вот таких как сейчас, например, не слишком заметна. Видите ее? Если бы я вам об этом не рассказал, то вряд ли бы вы заметили. Контрастность. 800 к 1. Вот здесь 800 к 1, сейчас стандарт уже 1400 к 1 у Apple для IPS-дисплеев, а здесь именно IPS. И 2 миллиона к 1, если OLED. По большому счету, контрастности в iPhone 5s даже на сегодняшний день ее достаточно. Вы не будете супер кайфовать от изображения на экране, это однозначно. Но если вам нужно решать простые задачи, если вам нужно позвонить, написать смс-ку или выйти в социальную сеть, допустим, смартфон с этим справится очень успешно. Вам хватит того качества изображения, которое демонстрирует этот дисплей. Яркость. 500 кандел на метр квадратный и, ну, как бы, как бы. В помещениях ее достаточно. Вот сейчас у меня, например, яркость и нижняя шторка. Яркость выкручена на максимум. Вот это то, что может дать iPhone 5s и не больше. Наглядная демонстрация разной яркости. Максимальная на iPhone 11 Pro Max, максимальная на iPhone 5s. И видите, да, вот здесь. Вот видно, что экран, заметно, что экран уже подсел. Если вот так чуть-чуть повернуть, то сглаживается это ощущение. Но все равно, да, камера это не передает, но глаза видят. Все равно сверху остается такое желто-серое непонятного цвета пятно. Продолжаем про дисплей iPhone 5s. Полная поддержка стандарта sRGB. То есть 35% видимых человеком цветов этот дисплей способен передавать. Кстати, это не новшество iPhone 5s. Впервые этот стандарт появился еще на iPhone 5. И был заменен на более широкий цветовой охват P3 с выходом iPhone 7. Автономность и батарея. Встроенный литиево-ионный аккумулятор на 1560 мАч. Это категорически немного. И естественно, номинальной емкости в этом смартфоне не ждите. Все смартфоны, все iPhone 5s, которые вы найдете, ну скажем так, практически все. На 99% они будут бэушные, а значит аккумулятор уже будет не 1560, а меньше мАч. С завода максимально вот этот телефон в режиме разговора мог поработать в сети 3G до 10 часов. В режиме ожидания до 10 дней. При работе в интернете до 10 часов в сетях 3G, до 8 часов в LTE сетях и до 10 часов в сетях Wi-Fi. Конечно, это предельные показатели, труднодостижимые. В реальности они цифры чаще всего будут меньше. Но вот прям если в идеальных лабораторных условиях, то такие цифры. В режиме воспроизведения видео. iPhone выдерживал до 10 часов, а в режиме воспроизведения аудио до 40 часов. Камера. В этом айфоне есть, она работает, это уже хорошо. И она может обеспечить вам снимки, с которых вы прочитаете изображение. Днем они будут даже неплохо смотреться, даже по современным временам. Но стоит только прийти в помещение или в место с недостаточным освещением. Например, пофотографировать в темной комнате или вечером, или тем более ночью. И разница будет сразу очевидна с тем уровнем, к которому вы привыкли на сегодня. Когда-то камера в этом смартфоне была отличной. На сегодня она, ну к сожалению, уже не вытягивает. Поймите правильно. Я не хочу сказать, что камера с 2013 года не соответствует стандарту 2020 года. Это и так очевидно. Я хочу похвалить вот эту камеру, что она хотя бы где-то, хотя бы в каких-то режимах, но может нормально даже по сегодняшний день, на сегодняшний день фотографировать. Это удивительно, черт возьми. Ну а сейчас я вам буду показывать примеры фотографий, сделанных на iPhone 5s, и попутно рассказывать про его основную камеру. 8 мегапикселей. Размер каждого пикселя 1,5 микрометра. Диафрагма 2,2 сапфировое покрытие объектива. За это отдельный респект. И вспышка True Tone. Вспышка, она... Она двухсекционная, видите? Здесь два диода. Один холодный, а второй теплый. Это, кстати говоря, впервые появилось именно на iPhone 5s. Кроме того, здесь же датчик освещенности задней панели, пятилинзовый объектив, гибридный ИК-фильтр, автофокусировка, фокусировка касанием, контроль экспозиции, автоматическое включение HDR при фотосъемке, распознавание лиц, панорамная, серийная съемка, привязка фотографий к месту съемки. Понимаю, что на сегодняшний день это очевидные вещи, сами по себе разумеющиеся. Но тогда, тогда вот про это стоило упоминать. В 2013 году, когда этот смартфон сделали. И еще немного про камеру. В iPhone 5s дребезжат линзы автофокуса. Постучите слегка в области камеры. Легкое дребезжание. Это линзы автофокуса. Это не кнопки и ничего другое в корпусе там не шатается. Это именно механизм автофокуса. И такая история, она не только в 5s, но и во многих смартфонах вот тех годов выпуска. Это не баг. Камера при этом работает абсолютно нормально, фокусируется и автофокус на ней тоже работает. Теперь про видео возможности вот этой замечательной камеры. Она может писать в качестве 1080p в 30 кадрах в секунду. Опять же, на 2013 год. Это было круто. Здесь же покадровая съемка, стабилизация видео. Конечно, не оптическая стабилизация, просто стабилизация. Но тем не менее, хотя бы такая здесь есть. Возможность фотосъемки во время записи видео. Распознавание лиц опять же, но раньше я это упоминал для фото, а сейчас для видео. Здесь же есть трехкратное увеличение, привязка видео к месту съемки. Смотрите пример. iPhone 5s, видеозапись в максимально возможном для телефона качестве. 1080p на 30 кадров в секунду. Стараюсь держать телефон как можно ровнее, но тряска по-любому передается на устройство. И это даже хорошо, потому что вы сможете оценить уровень стабилизации, который обеспечивает, насколько это возможно, конечно, этот смартфон. Давайте прозумируем картинку. Вот это максимальный зум для iPhone 5s. На видеозаписи, конечно же. Ну и звук, который вы слышите, разумеется, пишется... Обратный зум. Звук, разумеется, пишется на устройство без всяких обработок. Ночная съемка на iPhone 5s, и вы сами все видите. Очень темные кадры. Ночью на этот телефон лучше не снимать. Днем как бы окей, если не считать недостаточного уровня стабилизации. А ночью, ну, к сожалению. И теперь про фронталку. Фронталка, я вам не буду долго про нее рассказывать. 1,2 мегапикселя. Может писать видео в формате 720p, в качестве 720p. Имеет диафрагму 2,4. И ее хватит для видеозвонков. Все, больше ни для чего. Звук. В iPhone 5s два динамика. Вот только стереопару они не образуют. Один из динамиков, вот этот сверху, используется для того, чтобы вы слышали собеседника во время разговоров. Второй динамик, вот этот снизу, используется для того, чтобы вы при просмотре фильмов слышали более громкий звук. Вместе они не работают, как это сделано и реализовано в современных айфонах. Зато в 5s есть 3,5 мм разъем для наушников и заряжается смартфон через Lightning. Айфон 5s выпускался в нескольких моделях. А1453, телефон для США, залоченный под спринт. А1457, телефон для Европы, поддерживает, кстати, пятый и седьмой бенды LTE. А1518, это азиатская модель, LTE есть, но бенды могут не совпадать с нашими. А1528, это телефон для Китая, который LTE не поддерживает. А1530, телефон тоже для азиатского рынка. И шестая модель, А1533, телефон для США, для AT&T, причем как залоченный, так и не залоченный на оператора. Есть версии GSM, CDMA, но последняя идет уже для Verizon. Комплект поставки для айфона 5s невероятно стандартный. Наушники с 3,5 мм разъемом на конце. Блок зарядки, 5 вольт, 1 ампер. Ну и провод, с одной стороны у которого будет обычный лайтнинг, а с другой USB-A. К сожалению, за давностью аксессуары не сохранились. Сказал не сохранились, а потом вспомнил, что аксессуары-то есть. И вот это, знаете, опять тот случай, когда айфон 5s по-хорошему удивляет. Качество аксессуаров такое, что они выдержали вот это испытание времени. Блок питания до сих пор нормально работает с ним. Ну абсолютно все хорошо. Единственное, конечно, появились царапины на пластике, но по большому счету не критично. Наушники. Вот это наушники с айфона 5s. И с ними, ну вообще, все хорошо. Смотрите, самые проблемные места в наушниках. Вот здесь провода целые. Ну и, конечно же, вот здесь возле 3,5 мм разъема тоже все окей. Lightning, безусловно, пострадал и пострадал сильно. Он уже на черта похож, потому что он весь желтый. Если здесь вот подвинуть специальные защитные... Слушайте, и здесь целый? Да что ж такое? Я сегодня целый вечер недооцениваю айфон 5s и даже его аксессуары. Ну ладно, с этой стороны-то точно ушатался. Да, да. Тут видно, что прям рассыпалась вот эта защитная изоляция, так что снимать не будем. Даже аксессуары пока что плюс-минус относительно наживы. Ну вот, пожалуй, и все, что я вам хотел рассказать про айфон 5s. С одной стороны, его характеристики и возможности не соответствуют требованиям времени на 2020 год. Но это очевидно, это понятно и было бы, по крайней мере, глупо требовать от этого телефона невозможного. Зато у него, вот у этого малыша, получилось по-хорошему меня удивить несколько раз, и это реально круто. Он смог потянуть современную игруху, пусть на минимальных настройках и с просадками по FPS, но тем не менее он смог ее потянуть. С этим телефоном в 2020 году неудобно, некомфортно, но все еще можно жить. И он поддерживается производителем, пускай не до самой последней версии операционной системы, но тем не менее на него прилетел апдейт с устранением ошибок и некоторых проблем с безопасностью. Это реально круто. Вот этот смартфон, это заслуженная вещь, это легендарная вещь. И он по-хорошему все еще может удивить в 2020 году, просто не требуйте от него слишком многого. Не требуйте, чтобы он стал современным полноценным аппаратом. Он уже сделал все, что мог в предыдущие годы и заслужил достаточно уважения. Вот таким получился сегодняшний ролик. Спасибо, что провели эти несколько минут со мной. Ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение о том, что вы увидели и услышали. Подписывайтесь на канал. Пока!